25 ноября в Краматорске ученые, активисты, депутаты, журналисты и чиновники обсудили итоги местных выборов. По словам ученых, голосование показало крах монополии партии регионов. Почти в большинстве случаев вошел блок Петра Порошенко, кое-где самопомощь вошла. Ну, в общем, нет такого однородности. Однородности нет и в общественном мнении. Результаты опроса экспертов на тему выборов представила политический аналитик Мария Золкина. Відвертого и нахабного застосования фальсификации, відвертого, открытого подкупу на этот раз в региону было меньше, чем в 2010 году. Сподіваються на то, что ситуация после местных выборов изменится на лучшее в плане співпрации с владой. Только 15 людей, 49 которых мы опитали. Еще столько же вважают, что ничего не изменится. И плюс 9 экспертов, взагалі, очікують, что співпрацювать станет гирше. А вот мотивацию избирателей проанализировал представитель движения «Сильні громади Донеччини» Валентин Красноперов. То агитование в смысле того, что я не сепаратист, я не сепаратист, а патриот, я не патриот, воно тут не діє в большинстве, діє інше. Больше такая вот низовая, долгая работа с выборцем. И выиграть можно. Ось, тут еще вопрос в спромозе, в желании працювати. Виборы закончились, но не везде. Впереди голосование в Маріуполе и Красноармейске. Чиновники так высказываются о ситуации. Я відверто скажу, я просто жахом думаю про сам день виборів. Якщо такі пристрасти вирували просто на рівні навіть виборчих комісій, то страшно навіть думати, до чого будуть вдаватися політичні суб'єкти в день виборів. Ми ще раз подіваємося, що якась певна розумність однозначно у людей візьме верх над готовністю йти на крайності. Напомним, виборы в Маріуполі і Красноармейске состояться 29 ноября. Сергій Горбатенко, Общественная ТВ Донбасса.